Почти 16 миллиардов планируют направить краевые власти на улучшение инфраструктуры для бизнеса в ближайшие 4 года. Это одно из предложений нового пакета антикризисных мер, которые представили главе Кубани сегодня на заседании Совета по развитию предпринимательства. Перед совещанием Вениамин Кондратьев осмотрел инновационный центр для стартапов, один из таких центров прототипирования. Здесь начинающие предприниматели, которые хотят запустить свои идеи на рынок, могут создать модели необходимого изделия. С подробностями Яна Бузычкина. От дверной ручки, которая выделяет антисептик, до умной кружки, показывающей температуру и качество воды. Высокие технологии так близко. В центре прототипирования в Краснодаре готовы выполнить модель любой сложности. Вот деталь, которая получается, которая выходит уже из принтера, которая отверждается потом в камере ультрафиолетового отверждения, она практически готова к использованию. То есть поверхность дополнительно не нужно обрабатывать. Такая научно-производственная площадка работает на базе инновационного центра в Краснодаре. Его сегодня посетил глава Кубани. Здесь предприниматели могут решать не просто вопросы развития, а технологического и технического прорыва своего бизнеса. К нам обращались предприниматели. Они хотят выпустить на рынок умную кружку, которая будет показывать качество воды и ее температуру. То есть для того, чтобы сделать прототип этой кружки, для того, чтобы проверить ее на собираемость, для него данная кружка обошлась в 715 рублей. То есть вот то, что вы сегодня делаете, вы помогаете, особенно малому бизнесу, состояться на рынке, найти свою нишу и еще стать успешным? Безусловно. Вот это теперь принципиально важно, безусловно, потому что сегодня идейных ребят много, но инструментов реализовать свои идеи у начинающих, особенно бизнесменов, у них нету, в том числе и финансовых возможностей. Поэтому услуга, которая стоит 700 рублей, а потом вот это можно продать будет очень-очень дорого. Если он не ошибется со спросом на рынок, то естественно это и есть успех. Тому, кто только делает первые шаги в бизнесе, очень важно найти свое место и тот продукт, который станет востребован на рынке. Так, благодаря господдержке и помощи центра прототипирования предприниматель из Денского района начал производить ручные газонокосилки. Они ничем не уступают в качестве импортным образцам. Он полностью отечественный аппарат, полностью отечественная газонокосилка. Это отечественная газонокосилка, которая производится в хуторе Примакидинского района. Раньше мы занимались в Москве, это было неудобно и раз, наверное, в 30 дороже. Сейчас здесь это все под рукой, все мы быстро, оперативно делаем. Единственное, чтобы вот эти все ваши ноу-хау, они вышли из тем, где это все в красивых условиях, умными очень ребятами проектируется, моделируется, создается и запустили в поток. В поток этого станем более увереннее с точки зрения того, что это опять-таки наше, абсолютно верно, это наше отечественное, еще и краснодарское. А во-вторых, это бизнес, это бизнес, это очень важно. Второй этаж инновационного центра занял каворкинг. По сути, это большой офис, где можно временно поселиться и занять рабочее место. Руководитель департамента инвестиций развития малого и среднего бизнеса края проводит губернатора экскурсию по пока еще пустующему центру. Два конференц-зала, смарт-офисы и переговорные комнаты в распоряжении предпринимателей. Площадка была создана по инициативе главы региона. Самое важное, что здесь предприниматели могут получить полное сопровождение от идеи до ее воплощения. Рабочий офис тех, кто хочет заниматься бизнесом, у него нет пока собственных денег ни на офис, ни на секторе, даже на стол и стул. И компьютер у него нет в финансах, но есть желание. И поэтому тем, у кого есть желание, способности, самое главное, а может быть талант, вы предоставляете вот такой рабочий офис со стулом, со столом, с компьютером, с возможностью на самом деле все-таки сделать первые шаги, пускай вот в этом центре, но первые шаги в сторону все-таки успешного бизнеса. Вот и все. Не вкладывая ничего. В этом месте шутят, что власти протягивают руку помощи, чтобы бизнес не протянул ноги. И тут есть доля правды. Коронавирус серьезно подкосил экономическое здоровье многих предприятий. Просели розничная торговля и общепит, а доходы курортной отрасли снизились почти на четверть. На совещании, которое губернатор проводит здесь же, в инновационном центре, говорят о главном плане по восстановлению и развитию экономики региона. Падают доходы людей. Это принципиально сегодня. Мы должны иметь в виду, когда говорим о поддержке отрасли, потому что вместе с падением доходов отрасли падают, еще раз подчеркиваю, доходы людей. Значит, поддерживая отрасль, мы поддержим людей. Потому что непростая ситуация. И вот здесь не бросить один на один собственника, руководителя того или иного предприятия, а максимально помочь. Помочь ему не растеряться и в рамках вот этой турбулентности все-таки прожить. Прожить, сохранив бизнес, а самое главное рабочие места сохранить. Вот что сегодня очень важно. Мы не должны оставить бизнес один на один с проблемами пандемии. Ни в коем случае. К каждому, если хотите, ручное сопровождение. И это принципиально важно. В этих непростых условиях. Меры поддержки, которые должны оживить экономику, затрагивают все сферы бизнеса. Но акцент именно на малом и среднем предпринимательстве. Первая мера, на которую хотел бы обратить внимание, была нами начата еще в рамках антикризисного плана. Это снижение в два раза ставки налога по упрощенной системе налогообложения и ИНВД, отмечу на весь 2020 год. Мы понимали, что она носит не только антикризисный характер, но и дает возможность быстрее восстановиться бизнесу и вернуться на докарантинные позиции. В первую очередь, бизнес нуждается в дешевых деньгах. Поэтому в Краснодарском крае пролонгируют льготные займы. Для этого только в региональный фонд развития промышленности за два года добавят миллиард рублей. Пандемия показала и то, что дистанционная работа решает многие проблемы. Чтобы выжить, торговля, например, переходит в интернет. На Кубани готовы полностью компенсировать из бюджета затраты малого бизнеса, который интегрируется в интернет-площадки. Создание максимально комфортных законодательных условий для бизнеса стало приоритетом в деятельности законодательного собрания. На Кубани выстроена очень гибкая система государственной поддержки бизнеса. Слово «кризис» на китайском языке состоит из двух иероглифов «опасность» и «возможность». Именно о второй составляющей говорит Вениамин Кондратьев. Коронавирус нарушил многие международные торговые связи. И сейчас есть отличный шанс занять ниши на зарубежных рынках. Расширение несырьевого экспорта поможет развитию краевой экономики. В планах как минимум вдвое увеличить число экспортеров. В том числе за счет малого бизнеса. Пандемия подкосила сегодня многих поставщиков, в том числе товаров, продуктов питания на европейские рынки. И вильные рынки, и азиатские, и африканские. Надо изучить рынки, понимать на что спрос, понимать кого мы можем подвинуть, заходить со своим предложением, отвлекаться на этот спрос, конкурировать и двигать. А еще, подчеркиваю, конкурентов двигать. А сегодня, может быть, двигать и не нужно, потому что, еще раз подчеркиваю, пандемия, пандемия, скорее всего, вынесла свои коррективы, в том числе договорные отношения между определенными странами, либо бизнесом определенных стран, в рамках поставок продукции, товаров, на европейские, африканские, азиатские рынки. И мы должны этой ситуацией воспользоваться. Учтены все рекомендации по поводу реализации регионального экспортного стандарта. Это действительно важные элементы, которые в регионе должны быть реализованы. И Краснодарский край сейчас один из лидеров, да, наверное, даже лидер, как раз-таки в принятии вот такой вот стратегии комплексной, основанной именно на региональных экспортных стандартах. Помощь – это, конечно, не только вливание денег. Бизнес в России часто считает, что лучшая поддержка – это не мешать. В Краснодарском крае понимают, как нелегко сейчас предпринимателям. Поэтому снижается количество проверок со стороны контролирующих органов. Мы при формировании плана на 10 тысяч проверок уменьшили, то есть в два раза по сравнению с прошлым годом. Это очень такой серьезный показатель для того, чтобы могли спокойно развиваться и смотреть по внутренним своим проблемам те предприниматели, которые сегодня осуществляют свою деятельность. Чтобы экономическая жизнь в крае вернулась на докоронавирусный уровень, нужно умело сочетать сиюминутную помощь и долгосрочные механизмы поддержки, замечают губернаторы. Антикризисные меры уже сейчас дают первые результаты. Небольшой, но все-таки рост показывает сельское хозяйство, промышленность и строительный сектор. Мы сможем и уже подготовили такой забалансированный, извешенный план с приоритетами именно восстановления и развития экономики в условиях пандемии. План, который будет внушать уверенность нашему бизнесу, особенно малому и среднему, в том, что они сохранят свою экономическую устойчивость, стабильность сегодня и завтра. Не просто документ, который мы взяли и выпустили. Мне нужно, чтобы это по-настоящему был алгоритм последовательных, взвешенных, приоритетных действий, понятных, в первую очередь, для бизнеса. Надеюсь, что такой документ мы сможем реализовать. Разработанный план по восстановлению и развитию экономики региона на утверждение губернатора представят на следующей неделе. Яна Бузычкина, Олег Демидов, Вадим Волков, Кубань, 24, Краснодар.